Привет всем, с вами Рокес и в начале осени, ознаменуя конец лета, в различных культурах празднуются различные фестивали и PlayerUnknown's Battlegrounds решила к этому подключиться и сделала нам такой своеобразный ивент длиной в целый месяц, где каждую неделю будут раздавать бесплатные скины и среди них есть довольно таки неплохие. Давайте я расскажу вам все по порядку и как что получить после небольшой рекламы. Друзья, где лучшие ставки на спорт? Ну конечно на 1xbet, самые высокие коэффициенты, самые большие выигрыши, самые быстрые выплаты и это надежный букмекер. А по ссылке в описании и промокоду Рокес вы получите бонус к первому депозиту. Всем удачи и хороших выигрышей. Что ж, вот как к нам обратились разработчики. Привет всем, когда лето уходит, а дни становятся короче, многие страны мира собираются для собственного празднования сезонных перемен. В течение следующих 4 недель PUBG будет отмечать 2 из этих фестивалей и вы можете присоединиться, играя в игру и зарабатывая бесплатные праздничные скины. Праздники фестиваля Чусыок и Мид Оттум, первый я вообще не знаю как читается, поэтому если кого-то обидел, прошу прощения, проходят с 19 сентября по 16 октября. Каждую неделю предлагаются новые скины, которые можно заработать, просто заняв топ-15 в 5 играх PUBG на этой неделе. Естественно, если вы займете позицию более высокую, то есть там топ-14, 13, топ-1 и так далее, это все равно должно засчитываться. Ниже приведена разбивка различных периодов и событий скинов, которые вы можете заработать. Неделя номер 1, она продлится с 19 сентября. В стиме написано 18.00, но не указано какое это время, то есть это может быть не московское время. Чуть позже где-нибудь распишу именно привязку к московскому, поэтому пока ориентируемся просто на 19 сентября и до 25 сентября, также написано до 6 вечера. Но опять же, повторюсь, не факт, что время московское. Награда, вот такие традиционные шапка и современная куртка, все это относится к какому-то празднику Ханбок. Мне лично шапка нравится, она выглядит очень прикольно, можете сами посмотреть, как она смотрится на персонаже. Это действительно интересный скин и хороший. Следующая неделя номер 2. С того же 25 сентября до 2 октября время абсолютно такое же, 18.00-те же самые там 18.00, хотя ну как-то очень странно расписано, в общем время пока еще до конца непонятное. Тут награда это традиционные очки и куртка для танцев. Очки просто топовые, напоминают очки Григория Лепса. Вот, куртка тоже выглядит хорошо, какое-то такое кимоно. Мне пока что вот эти скины очень нравятся и для бесплатных они выглядят действительно неплохо. Неделя номер 3. Продлится со 2 октября по 9 октября. Награда будет уже 3 скина. Это современная рубашка, современные брюки и традиционную обувь Ханбок. Сами по себе скины смотрятся не так, чтобы очень, но зато на скриншоте мы видим, что когда их собран полный комплект, действительно хороший внешний вид. И такой элегантный мексиканский наркобарон, наверное. И неделя номер 4. Это начало 9 октября и конец 16 октября. Награда сумка для танца, танцевальные штаны и сапоги. Также разработчики указали, что нужно на каждой неделе выполнить условия. То есть на каждой неделе занять топ-15 5 раз. И за это вы будете получать скины. Будет в правом верхнем углу специальный такой значок корзины, нажав на который вы можете увидеть прогресс своего задания. И как только вы его выполните, просто лишь получить скины себе в инвентарь. По идее, они не должны быть временные. Они будут навечно в вашем инвентаре. Ну и скорее всего, продавать их будет на торговой площадке нельзя. Обычно все скины с ивентов не продаваемые. Также еще разработчики указали, что вы должны нажать кнопку получить, чтобы заявить о своей награде до окончания каждого события. Может быть, если вы их не заберете, то они пропадут. Поэтому тоже обратите на это внимание и успейте. Если уж вы выполнили, то обязательно забрать. Потому что будет обидно сделать задание и не получить награду. В принципе, больше никаких условий нет. Посмотрим, как хорошо будут засчитываться топы и не будет ли каких-то проблем с этими событиями. Но в принципе, идея интересная. Ничего не делаете, получаете скины. Ну и тем более, есть еще награды за выживание, которые могут пересекаться. С выполнением этого ивента и можно будет, получается, одним выстрелом убивать двух зайцев и получать еще больше скинов. Ну а на этом все. Если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Также напишите в комментариях, как вам увиденные скины. Будете ли вы пытаться получить их все, собрать все наборы. Ну и в принципе, как вам такая идея от разработчиков, празднования фестивалей. Просто выполняете довольно-таки легкие задания и получаете неплохие подарки. Ну и до новых встреч! А следующее видео уже совсем скоро.